Битву диет Битву диет очень важно, чтобы ты, как женщина, которая успешна в жизни, помогла им преодолеть неуверенность в себе, а самое главное, помогла победить эти ненавистные лишние килограммы В этом можешь не сомневаться, это мое самое любимое дело, и я думаю, что с нашими героинями у нас все получится Открою маленький секрет, мужья наших участниц сейчас в длительной командировке, именно поэтому девушки пришли в битву диет, чтобы сделать своим любимым приятный сюрприз к их возвращению Ну что же, не будем медлить, давайте познакомимся с нашей первой участницей. Встречайте Викторию! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Виктория! Очень рада вас видеть. И мы сейчас с вами посмотрим историю Виктории Меня зовут Виктория, мне 42 года, вешаю 135 килограмм Ця жинка остаточно приняла решение худнути после того, как почула, что сторонние люди назвали ее матерью собственного мужа Я хочу похудеть, конечно, для мужа, для того, чтобы выглядеть рядом с ним меньше Мне хотелось бы, чтобы я была у него под крылышком Хочу доказать себе, что я это могу Першие заявые килограммы у Вики появились много лет назад, когда она еще ходила до школы В 11 лет я заболела Боткина, поэтому вот за месяц Я набрала порядка, наверное, 10 килограмм Этот процесс больше не остановился, вес набирался, набирался Если других полненьких девчат хлопцы обходили стороной, то весело Геменка Вика навпаки купалась в увазе кавалерий Из дискотеки я никогда не приходила одна У меня было много ребят Я в 17 лет встречала своего первого мужа Я тогда весила килограмм 75 Его не смешал мой вес У нас была любовь Закохана Вика была найсчастливейшей у света, когда дизналася, что под сердцем носить дитину Та тогда она даже не догадывалась, что с этой вагитности Начнется несколько сложных випробований в ее жизни Эта беременность закончилась трагически Я относила, как положено, ребенка Весь срок, даже переносила Когда меня привезли в больницу со схватками Врачи послушали, сказали, что у ребенка слабое сердцебиение Так как я была молодая, мне было всего 18,5 лет Я ничего не могла сделать, ничего не могла сказать Они меня оставили в палате и ушли Так было на протяжении 5-6 часов Потом пришла другая смена Точно так послушали и сказали, что у ребенка слабо бьется сердце Для этого ничего не делали Они не капали, не ставили уколы Ну, в общем, потом они начали выдавливать ребенка И в итоге они его задавили Я родила девочку мертвой Это была трагедия Мне показали ребенка Она была крупненькая, хорошая девочка Потом меня перевели в палату А рядом детская У меня был такой психоз, наверное Я просто не могла слышать, как плачут дети Я оделась и выпрыгнула в окно и ушла с роддом Виктория потребовала поддержки Ласкавые слова и теплые обоймы О, что сейчас ей было конче необходимо Всего этого она так ждала от человека Это было очень тяжело Но сначала мне казалось, что мы переживали обои Но вот слов, что не переживай, мы родим еще Таких слов поддержки от него не было Вот тогда я очень сильно набрала вес Тогда я уже, наверное, весила килограмм 90 Втім, Вика Німиті не сумнівалася, что человек щиро кохает ее Просто не может высловить своих переживаний Да уже очень скоро отримала от него удар Муж уехал на практику Ему не было, наверное, недели две Это было, он был в Харькове Я решила поехать его проведать Приехала в Харьков и поймала его в постели с другой женщиной После этого мы прожили еще полгода Он меня уговорил тем, что там ничего не было Он просто сидел с ней в ее кровати В общежитии Ей так хотелось верить ему Вони ж разом пережили таке горе Вика сподівалася, что все изменится и будет так, как и в первые дни после вечера Та уже очень скоро зрозумела, что ее мечом сбыться не судилося И ее человек – звичайный бабий Я поймала его еще раз Со своей близкой подругой Вторую измену я уже простить не могла Мы расстались Когда мы развелись, нам было по 18 На развод он пришел уже с новой девушкой После развода я собрала вещи и уехала к маме Я неделю не выходила, не вставала с постели Естественно, я плакала, мне было очень тяжело Поддержкой была только мама Чтобы стало легче Мама лепила пельмешки Пекла тортики Чтобы было сладенько, вкусненько Ну, чтобы получить свой гормон счастья Который недополучила в браке Покупали клубничку со сливками С сахаром Ну, здесь я, конечно, тоже наедала вес Зираджина, розбита горем жінка Поставила хрест на особистом житті На довгих шесть років огородилася від усього світу І навіть не здогадувалася, що дуже скоро Її життя змінить одна раптова зустріч Віка забороняла собі навіть думати про молоденького залицяльника Утім, він виявився дуже наполегливим Він ко мене ходил С друзями Він навещав мене кожний вечір Ми ходили гулять Все вместе І вийшло, що в цей момент стресса Він був близким і родним Він мене підтримував Говорю, що я самая лучшая Він мене вже любив Але сказати не стеснялся І потім Він предложив Жить вместе Ему исполнилось 18 лет Він в этот день собрал сумку І прийшов ко мене священню Сначала у мене були к нему чувства Благодарності, наверное То, що в тяжелий момент Він був рядом Це була привязанність До определенного момента Я не понимала, що я його люблю Пока не прийшов момент На какое-то время нам расстаться Ему нужно було уехати Я не могла выдержати два дня Тогда не було мобильних телефонов І вот здесь я поняла, що Как сильно я його люблю З тих пор ми вместе Уже 18 лет Та й сьогодні жінка пам'ятає Свій перший рік у шлюбі Коли почула від лікарів новину Від якої стало одночасно І радісно, і лячно Після свадьбы Ми прожили там місяць І вдруг я узнала, що я беремена Були всі щастливі Ну, щастя длилась недовго Через два місяці У мене був викидыш Викидыш був вдома Муж все це бачив Вийшов плод, ребенка бачив Тяжело У глибині душі жінка боялася Що може так само, як колись Не почути слів підтримки від коханого Залишитися один на один зі своєм болом Тому не знала, як поводитись Що казати чоловікові І він тяжело переживав І він сказав мені Не плачь, не переживай У нас буде ще діти, я тебе обещаю Це було дуже тяжело Сложно Ми фактично літа Нікуди не відходили Травма була больша Я боялась забеременеть Следующее, боялась Потерять опять Ребенка Когда я обратилась В больницу и спросила Почему? Вони сказали, що вся причина В большому весі В последний викидыш Він принес мене таку травму Я просто решила для себя Що більше Я не хочу беременеть Потому що я все время теряю дітей Більше, следуючого я вже не переживу Пришла осень Он пытался мене развлекати Отвлекати І в октябрі я узнала, що я опять беременна Я висила 100 кг 102 Я отказувалась от всього Я розуміла, що якщо я буду набирати вес Я можу її потеряти Тому я не їла Він мені не дозволяв нічого робити Він носив воду, мив посуду, вбирав Ми дуже акуратно носили Беременність вдвоєм, можна сказати І, слава Богу, ця беременність закінчилась хорошо У нас родилась дочь З того часу промайнуло 17 років І кожен день свого життя Вікторія називає щасливим Бо поруч з нею найдорожчі люди Коханий чоловік і довгоочікувана донечка Втім нещодавно жінка зрозуміла Що її щасливий шлюб під загрозою Саме після того, як Вікторію переплутали з матір'ю власного чоловіка Жінка остаточно вирішила худнути і зважилась на участь у битві дієт Адже понад усе боїться втратити коханого Вікторія Я дуже боюся втратити В життя може потрапити Ще одна такая подруга Которая лучше меня Которая нет лишнего веса Которая умеет делать что-то не так, как я Вы держитесь молодцом Стараемся Что дает вам силы? Во что вы верите и на что надеетесь? Дает силы дочь, муж любящий Надеюсь на улучшение, на похудение На вашу помощь, на помощь Аниты в частности Мне бы хотелось родить еще одного ребенка А слезы почему? Вик, ну я знаю, что женщины эмоциональные существа Мы с Анитой не исключение Но через две недели эти слезы, я уверена, будут уже слезами радости Вика, а вы хотите познакомиться со своей соперницей? Конечно И мы встречаем вторую участницу битвы дієт Это Наталья С улыбкой, это хорошо Добрый день Приятно познакомиться, я рада вас приветствовать Я очень рада История Натальи Меня зовут Наталья, мне 43 года Вяжу я 102 кг Через зайву вагу, женщина, яка завжди была стрункою Привабливую, а главное впевненою соби Боится, что втратит найдорожче, что в ней есть Я очень боюсь потерять своего мужа Я очень этого боюсь Честно говоря, без него я ничто Настолько мы, как две сросшиеся половинки, что этого я не переживу Лез слезы через коханую людину Наталья не вперше За плечами чималий житевый досвид, два невдали шлюбы Первый раз замуж я вышла в 16 лет Это была огромная первая любовь Это мой первый мужчина Так получилось, что он меня, можно сказать, забрал замуж со школьной скамьи На первый экзамен в 10 классе у нас появилась Аленка Он был старше меня на шесть лет Мы прожили года два В 19 я уже развилась Чому Натальчині батьки не розумели такого вчинку доньки? Вмовляли не ставить хрест на стосунках Запевняли, самій будет очень тяжело виховывать дитину Та девчина никого не чула Для нее разлучение было непримкою Вона дизналася про жахливое Человек ее зрадчивал Чи не с первого дня их шлюбу Честно, не смогла мне простить измену З маленькою дитиною на руках З разбитым на уламки сердцем Юна дівчина не знайшла нічого кращого Аниж знову вискочити замуж Было очень тяжело И, честно говоря, я второй раз замуж Вышла на зло ему Та не только, чтобы помститься кривднику А еще и для того, чтобы ее маленькая донечка мала тата Бо ж новый человек принял девчинку как родную А уже за реку пара народилася и спильная маля Та от сама Наталя уже очень скоро Зрозумела, что человек, на поддержку которого сподевалася Сам майже как дитина Он ничего не умел Я за него закончила институт Я его устроила на работу И кормила его семью Свою семью Работала на трех работах 12 лет в шаленых навантажении в день Та 12 лет слез у подушку ночами Инша уже текала свет за очи А от Наталя терпела И все через страх Залишитись никому не потребною З двома детьми на руках Та тоді, коли падаючи зніг Від втоми не витримала И заявила, что больше не будет Доглядати его на черабиня Человек просто вигнав ее из дома Очень тяжелый уход из той семьи был Меня в ночь на Пасху практически в ночной рубашке выставили на улицу Детки в то время были с моей мамой И когда я практически с улицы попала в больницу с преданфарктным состоянием У меня просто жизненных сил не было в организме Наталя и до сегодня не забыла Ти важкие дни в лекарне Когда она постоянно плакала и не хотела Бачите жоднои людини Женка была на межи нервового зриву Просто не было сил Вот появился в моей жизни Мой нынешний муж Тарас Работали вместе Никогда бы не подумала, что между нами может быть что-то общего Молодой инженер Ну, мальчик-мальчик У нас 11 лет разница Он меня младше И когда он пришел ко мне в больницу Он настолько серьезно Как-то так на меня посмотрел Говорит, ну что, будем выживать И полностью остался вот со мной Вона ныне зизнается Что дивилась на 23-летнего юнока И не могла поверить Что он не такой, как и ее попередние чоловики Проте донестями закоханий хлопец Знайшов шлях до зраненого сердца Первое, что он сделал Это он поехал со мной в Чернигов К моей маме Он увиделся с моими детьми Сказал, что хочет взять меня замуж И что он потенциально их папа Он очень любит детей Я не видела никогда мужчин Которые так бы относились к чужим детям Вот Катерину он считает полностью своей дочерью Он хозяин, он мужчина Он полностью всю семью тянет на себе Моя задача это быть хранительницей очага Нарешті, в 35 лет Наталья почувалася по-справжньому счастливой Втім, жінка навіть не знала Что Доля готует для нее новое Випробование И одного дня после, казалось бы, Звичайной телефонной разговоры Зі старшою донькою Вона не знаходитиме собі Місце від переживань Лена мне звонила в час дня Она сказала, что она едет на съемки в Одессу Она была ведущей фотомоделью И обычно мы долго по телефону не разговариваем А тут мы говорили около часа Притом ни о чем Непонятно о чем И я очень переживала Что она так быстро положила трубку И не успела ей сказать, что я ее люблю Фраза, которая должна быть всегда Того дня жінка была сама не своя Усе падало з рук Наталья душою відчувала, что беда десь совсем поруч У меня сердце ёкнуло Это как раз было пять часов вечера Но я подумала, что хорошо, ничего страшного Через пять минут позвонил телефон И мне сказали, что моя дочь попала в аварию Она умерла уже в больнице Я не успела За десять минут до моего приезда Сердце остановилось Это очень тяжелый момент Это очень тяжело Після тієї жахливої втрати Жінка начала набирать зайву вагу Тим больше, что за рік після доньки Не стало и наталченою маме Да и то не все випробования Одного за одним Вона втратила трои так и ненароджених малят Мы же все пытались с мужем родить И получается три выкидыша подряд Сначала маленькие сроки Это девять недель Двенадцать недель Потом шестнадцать недель Это уже полноценный ребенок Наталю зводила з розуму думка Что вона неспроможна подарувати дитину коханому Он очень сильно переживал Я считаю, что на него в этот момент Ложилась двойная нагрузка Помимо того, что он переживал потерю Огромную потерю На его плечах еще было меня вытащить из этой ситуации Потому что состояние было ужасное Это и депрессия Это и срывы нервные На стены хотелось лезть Я стала пугливая Я очень переживаю за все Ну и соответственно Как лучше поднять себе настроение Соответственно тортик Пирожное Вот А еще больше на ночь Вот Потому что уснуть не можешь Пока не покушаешь Наталя за шесть роков набрала Понад пятьдесят килограмм До одного дня пометила Что в дзеркале бачить не привабливую красуню А огрядную, виснажену жинку Я хочу похудеть Чтобы вернуть свою красоту Люди часто замечают разницу в возрасте Мамы и папы И часто даже упрекают ее в этом Как ты можешь молодого Ты же уже такая старая Особенно когда она пополнела То все начинают Да он тебя бросит Да о чем ты думаешь Какому мужчине не нравится худенькая Стройная длинноногая женщина При своем росте и при таком весе Длинноногой я не выгляжу И ныне Наталя Забеременеть с лишним весом очень тяжело И сколько мы пытаемся не получается Вот именно из-за веса Та остаточной Я очень бы была рада Если бы у родителей был еще один ребенок Я бы хотела еще сестричку или братика Я бы помогала У свои 43 роки Не дивлячись на той боль Что ей довелось пережить Наталя все же не втратила Найголовнейшее Веру Что ей мрия Еще может здействовать У меня мечта Вполне осуществимая Большая семья Огромный стол Чтобы Вся семья сидела за этим столом Это реальная моя мечта Наташа На что вы готовы для того Чтобы избавиться от лишних килограммов? У меня действительно идеальный муж И мне бы очень хотелось быть идеальной для него женой Ну а поэтому надо привести себя в норму И еще я очень хочу родить ребенка для моего мужа Что пока нам не удается Только из-за лишнего веса Я вообще боец по своей натуре По своему состоянию души И поэтому я приложу все усилия для того, чтобы похудеть Наташа, мне нравится, что вы настроены на цель И думаю, что все получится Уж они-то позаботятся о том, чтобы вес уходил очень быстро и эффективно И сегодня, перед тем, как выбрать диеты для наших участниц Мы произведем контрольное взвешивание Виктория, вы первая встанете на весы Поддержите, пожалуйста, Вику Итак, перед началом битвы диет Ваш вес составляет 135 килограммов Ух, довольно внушительное число Вика, а сколько вы планируете сбросить в ходе битвы диет? Ну, хочу 20 За 2 недели? 20? Ну, мне нравится ваш оптимизм Ну, мне так хочется Если хочется, Виктория, значит, будет Все зависит от вас Ну, а сейчас взвешивание для Натальи Наталья, остановитесь на весы Узнаем, сколько вы весите сейчас Итак, перед началом битвы диет Ваш вес составляет Ровно 100 килограммов Обалдеть Пускаться За 2 недели я хочу похудеть Килограмм хотя бы на 15 Мне нравится Настрой наших девушек Это вполне возможно Но только при условии, что вы будете Сочетать упражнения с правильным питанием И с правильным настроем Мы будем, мы обещаем Согласно правилам битвы диет Перед тем, как сесть на диеты Наши участницы Прошли медицинское обследование Которое доказало, что они могут Принимать участие в битве диет И на основе этого медицинского обследования Наш диетолог Для каждой из участниц Разработала по 3 диеты И сейчас с помощью жребия Мы определим, какая диета Достанется Наталье А какая Виктории Секрет хорошей фигуры прост Тренировки и правильное питание Правда, Анита? Сто процентов Поэтому не будем оттягивать момент Когда наши участницы Начнут терять лишний вес Прямо сейчас приступим К кардиотренировку, мои дорогие И вот вам в помощь Очаровательные курочки Которые содержат На вот этих бантиках Секрет диеты Из которых вам Предстоит выбрать свою Наш диетолог Разработала для Виктории Зеленую, фиолетовую и белую диеты Цветные Для Виктории Это курочки с желтыми бантиками А для Натальи Соответственно С розовыми Вика, вы готовы? Готова Начнем с вас АПЛОДИСМЕНТЫ ДИЕТА 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 Завдяки чему Зминюется метаболизм Организм Починает Використовывать Для энергии жиры Кроме того, диета 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 Запеченный карбуз 150 грамм. Вечеря 3-4 мандарины, 1 апельсин, 1 хурма. Перед сном зелений чай 50 грамм кураги. Главное выключить из ежедневного рациона солодощи, жирный, смаженный, борошняные вироби, цукор, сель, картофель, алкоголь, соленья, копченосты, солодкие газовые напои. Вживайте только свежие фрукты и овощи, а также пить какомога больше минеральной негазованной воды и зеленого чая. Диету не можно использовать при проблемах шлунково-кишкового тракта, особенно при гастритах и вырастке шлунка с подвищенной кислотностью. За 2 недели диеты можно избавиться до 8 килограммов зайвої ваги, а также очистить свой организм от шкодливых речовин. Превосходно. Хорошая диета? Хорошая диета. А что вам понравилось? Все понравилось. И тыква, и апельсины, и морковка прекрасная. В общем, я довольна. Ну, не зря такая солнечная диета, она однозначно поднимет вам настроение. И, как обычно, по традиции, мы вручаем вам ваш рацион на ближайшие 2 недели. Спасибо. И сразу видно, где диета зеленая, а где оранжевая. По-моему, никогда еще диеты не были столь красноречивыми. Да. Но все мы знаем, что для того, чтобы активно худеть, нам нужна физическая нагрузка. Поэтому для каждой из вас я разработала индивидуальный комплекс упражнений, который поможет в течение 2 недель вам справиться с вашими лишними килограммами, запустить обмен веществ и избавиться от тех проблем, которые характерны именно для вас, Виктория, и для вас, Наталья. Ну, и я с удовольствием напомню, что по традиции битвы диет победительница сражения получает главный приз. Это годовой абонемент на посещение фитнес-центра. Ну, а пока мы тут с вами беседуем и радуемся тому, что определились с диетами, наша съемочная группа уже отправилась к вам домой и установила там скрытые камеры. Это необходимо для того, чтобы мы могли наблюдать за тем, как участницы придерживаются диет. Если правила битвы диет будут нарушены, участница может быть дисквалифицирована. Но я надеюсь, что в этот раз так не произойдет. Не произойдет. И я с удовольствием объявляю битву диет открытой. Спасибо, Анита. Я уверена, что в этой битве диет все получится, ведь наши участницы пришли для того, чтобы наладить гармонию в своих семьях. И я верю, что все будет доброе. Не пропустите продолжение битвы диет через неделю.